Гольф на льду Байкала В Финляндии приехали в Турку, чтобы протестировать будущее поле Место великолепное, но ветер сильный, но это как на Финляндии Но конец природа такая уникальная И у вас всегда солнце Это мой первый опыт игры на льду Но всегда, скажем, я с интересом отношусь к любым новым испытаниям, любым новым вызовам, которые есть Мы хотим создавать гольф-поле на базе ледяных фигур Чтобы такого проекта не было нигде в мире Потому что в снежный гольф играют и во Франции, и в Италии Это не что-то новое, но мы хотим создавать именно уникальный, сказочный проект И мы рассчитываем прежде всего на рынок Азии Это Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Китай Даже для профессионалов такое поле в диковинку И разница не только в покрытии Привычные брюки и рубашки сменились на утепленные куртки и комбинезоны Что сильно сковывает движение Во-вторых, отскок, отскок мяча от поверхности Как бы здесь, как бы снег, он скорее всего будет сразу же утопать этот мяч в снегу А на гольф-поле он какое-то время, ну какое-то количество метров еще может прокатиться 20-30 метров Можно ли научиться играть гольфу за один день? Нет Нет? Нет Ну можно ударить, но учиться Очень долго Да, да Левая рука прямо Ага Прямо, так И посмотрим мячик И голову не двигаем Стоим ровно, левая рука прямая Да Посмотрим мячик Бывает, да, такое? Да, бывает Ох, какой след красиво оставил По правилам игры побеждает тот, кто попал в лунку с наименьшим количеством попыток Я ни разу клюшку в руках не держал, сегодня попробовал Первый удар был очень удачным, экспертам понравилось Этот проект на самом деле очень интересный, он позволит привлечь инвесторов, инвесторов и туристов Как со всей России, так и зарубежных туристов Айсгольф 2023 вполне может стать сенсацией Сам турнир предположительно состоится в феврале или марте следующего года Поучаствовать смогут как профессионалы, так и любители Будет 9 лунок Возле каждой лунки будет скульптура, то есть это будет еще и фестиваль ледовых скульптур И это будет очень интересно, наверное, посетить озеро Байкал именно зимой Потому что вот в центральной части России, вот в Москве, в Петербурге Период игры в гольф ограничивается маем и октябрем С мая по октябрь играют, здесь позволят им удлинить сезон С такими погодными условиями можно бесконечно долго забивать в лунку Но все равно профессионалы знают свое дело Вот, остался последний И ура, уху, и мяч в лунке